Мы делаем пену и делаем пену. А я делаю муру, и она и на твое муру делает пену. Они и Ева подружились в Монтесуаре-центре «Жемчужинки». Они привели в центр еще девятимесячной малышкой. Пришли в группу с мамой. И мама поняла, что это идеальное место для ее, как говорит сама Екатерина Амбурцумян, не системного ребенка. Конкретно этот центр я выбирала еще и по педагогическому составу. Для меня очень важно отношение Лены, как она горит, руководитель центра, как она горит своим делом. И, соответственно, она подбирает таких людей, для которых дети – это не просто дети, это их дети. Они плачут, когда мы уходим, переходим в какие-то другие группы, дети бегут, обнимаются. Для них это прям вторые родители. Семейные традиции и преемственность – главное воспитание ребенка для Елены и Александра Мартыновых. Это они создали Монте-Сори-центр «Жемчужинки». Изначально для себя, для своих детей. Тут целая методика, о которой мне можно долго рассказывать. И, в принципе, как мне в свое время говорили, если бы воспитывали даже меня по такой методике, были бы какие-нибудь вендеркинды и особо одаренные дети, которые сами, в принципе, развиваются, их просто направляют. Помоги мне сделать это самому – ключевой принцип методики Монте-Сори. Взрослый разбирается, чем интересуется ребенок, обеспечивает ему основы для занятий и учит пользоваться ей. Несмотря на то, что дети у нас от 3 лет до 6, Монте-Сори-сессия длится полтора часа. И очень часто родители, которые не знают Монте-Сори методику, они нам говорят, ну как же так, полтора часа дети могут уставать. Но на самом деле они абсолютно не устают в связи с тем, что вот они могут сидя заниматься, они могут стоя заниматься, лежа, то есть они меняют положение своего тела и меняют материалы, поэтому вот усталости у них как таковой нет. Уютная группа разделена на зоны. Одна из основных – это зона УПЖ – упражнения практической жизни. Здесь дети учатся самообслуживанию, завязывать шнурки, застегивать ремень или пуговицы, а еще стирать, развешивать белье, гладить, есть рабочий утюг и правила, как им пользоваться, и даже забивать гвоздь. В зоне сенсорного восприятия находятся материалы, которые помогают понять, как отличаются предметы по размеру. Например, вот красные штанги, да, они показывают короткий и длинный. И ребенок правильным образом учится носить этот материал. Что такое разряды чисел, дети узнают в зоне математики. Специальный материал помогает наглядно объяснить сложную для ребенка тему. Вот это тысяча. Очень наглядно. А еще зона русского языка, космоса, географии, биологии, зоологии, анатомии, где также в игровом формате малыши познают мир. Мы действительно работаем, мы тут не играем. И обратите внимание, вот каждый выбирает свой материал, они работают по одному, но если ребенок, например, хочет взять тот же материал, кто-то с ним занимается, всегда можно подойти и попробовать договориться. Не факт, что согласится товарищ, не факт, что ты будешь работать вместе с тем, кто уже занимался этим материалом, тогда надо будет подождать. То есть это опять же, мы учимся договариваться. Решать проблемы социализации начинают с ранних лет, с первого прихода малыша в центр. Очень тревожится мама, а еще больше тревожится папа, обычно, когда проходит адаптация. Но действительно, мы не разрешаем, знаете, вот такой момент, что вы отвлеките, я сейчас там убегу, да, и вот таким образом оставить ребенка. Так не работает, это не позволяет выработать доверие ни пространству, ни взрослому постороннему. Поэтому мы говорим о том, что да, это сложный период, но его надо прожить, и недели две-три уже нормально, вот мы уже занимаемся. У центра три лицензированных филиала. Отдельный для самых маленьких, где малыши до трех с половиной лет приходят в группу с мамой. Базовый, где занимаются дети от трех до шести лет. И альтернативная школа «Жемчуг». В школе такие же принципы обучения, как и в саду. Для каждого нашего ученика мы разрабатываем индивидуальный план развития, то есть в чем-то, например, у него есть сильные стороны, там, в математике, допустим. А в русском языке ему нужно немножко помочь. Поэтому мы стараемся обращать внимание на сильные стороны, но и не забывать про там какие-то слабые и помогать ему в этом, но больше развивать его сильные стороны. От маленьких достижений к большим воспитанники Монте-Сори центра «Жемчужинки» идут вместе, помогая друг другу. Тому способствует и разновозрастность детей основной группы. Малыш, который приходит, он может тревожиться из-за того, что незнакомый взрослый. Когда они видят детей, они немножко раскрепощаются. И мы старших ребят просим всегда нам помогать. И взаимоотношения складываются очень хорошо всегда. Для основателей центра семейное дело стало образом жизни и даже миссией. В семейном деле больше занимается супруга, моя девушка, то есть организовать, наварить, помогать. Наши дети, они свободные. И для нас очень важно, чтобы вот эта свобода, она сохранялась. Проведя день со свободными и общительными детьми центра «Жемчужинки», можем сказать. Основная философия педагогической системы Монте-Сори лежит в том, что каждый ребенок рождается со своим потенциалом и зависит от среды, в которой растет. В центре среда доверительная и дружелюбная. Девочки, вы с кем дружите? С всеми! Галия Вахитова, Владислав Реос, Щелковское телевидение.